МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это все ленты брендовые, да, от известных производителей, сертифицированные, да? Безусловно, все ленты, они проходят контроль качества, и производство этих лент, оно контролируемое. Я в магазин побыл, там типа брендовые, но они 500 рублей, а у тебя 300. Ну, аренда больше хватит, чем у вас. У вас цены такие, в общем-то, достаточно немаленькие. У него высокий индекс цветопередачи, и светится она на 30% ярче стандартной ленты или какой-либо китайской, которая без названия. Светодиод только делает Китай. Долго Китай делает. Кроме Китая никто не делает. А если я, допустим, куплю какую-то вот небрендовую на рынке ленту, в чем будет разница? Большая доля вероятности, что лента просто в самое кратчайшее время уже перестанет светить. Проверим, кто из продавцов говорил правду, а кто думал не о покупателе, а лишь о собственном кошельке. Для этого у меня есть прибор. Он называется люксометр. Обе светодиодные ленты я прикрепил на эту планку. Начнем краш-тест. Сначала включаем недорогую светодиодную ленту. Результат 405-407 люксов. Теперь брендовая. 1028 люксов. При этом электроэнергии они потребляют одинаковое количество, а это значит, что, используя более дорогую брендовую светодиодную ленту, вы получаете в два раза больше света. Еще один важный момент – это цветопередача. Дело в том, что даже самые яркие предметы при плохом освещении теряют в цвете. И наоборот, при хорошем освещении цвета становятся более яркими, более насыщенными. Здесь не нужно использовать каких-то специальных приборов, вы все увидите своими собственными глазами. Включаем ленту, купленную на рынке. Теперь лента, купленная в фирменном магазине. А теперь немножко поиграем со светом. Мне кажется, результат очевиден. Ну и в завершении проверим, какая из светодиодных лент прослужит вам дольше. Обе ленты подключены к блоку питания. Сейчас напряжение 12 вольт. Будем постепенно его увеличивать. Перегорела светодиодная лента, которую мы купили на рынке. Более дешевый вариант. Что тут скажешь? Только одно – скупой платят дважды. Это был честный краш-тест в программе «Ремонт по-честному». Ремонт по-честному.